Девочка, девушка, женщина. Как пел покоритель женских сердец Алексей Чумаков. Сегодня же для прекрасной половины Ульяновска Министерство здравоохранения подготовило региональный проект с аналогичным названием. Мы мечтаем о том, чтобы каждая женщина была здорова, чтобы она была счастлива и чтобы она могла воспитать много детей. Поэтому сегодняшние мероприятия направлены на то, чтобы каждая женщина еще раз подумала о своем здоровье, вспомнила, что все зависит только от нее. Все в ваших руках. Эту фразу ульяновские гинекологи на постоянной основе повторяют своим пациенткам. День запуска регионального проекта молодые женщины бесплатно получили консультацию от специалистов. Главное вовремя проходить необходимое обследование. Пристальное внимание к своему здоровью может предотвратить необратимые последствия. Женщина должна два раза в год приходить на осмотр. В осмотр входит не только осмотр молочных желез, что врач осматривает пальпаторно, но мы всем рекомендуем пройти УЗИ, диагностику молочных желез и обязательно по возрасту маммографии. Медицинская практика показывает, что рак молочной железы занимает лидирующую позицию в списке самых распространенных заболеваний. От него страдает больше полутора миллионов женщин по всему миру. Если обнаружить недуг на ранней стадии, шанс на выздоровление 80%. Любые видимые изменения – повод незамедлительно посетить врача-гинеколога. Сейчас 95% раков излечимы. И женщины, у которых выявлен рак, обычно имеют обычную продолжительность жизни. Потому что именно нулевая и первая стадия, они фактически снимаются из пансерного учета. Не зря говорят, что здоровье свое заслужи сам. То есть как ты относишься к себе, так и будет. Тему женского здоровья продолжили за круглым столом с участием мам-дочерей. Уже с раннего возраста девочке необходимо объяснять, как важно внимательно относиться к своему здоровью. Если обратиться к специалисту с щепительным вопросом подросток стесняется, то с мамой такой проблемы быть не должно. Отношения должны быть доверительные. Не как мама с дочкой, а как мама с подружкой. Поэтому мы с дочкой ладим. И мне с этим проще. Если же мама оказывается недостаточно компетентным экспертом, в детской поликлинике работает репродуктивный центр. Здесь ребенок может получить ответ на самые разные вопросы о женском здоровье. Дети находят именно нужную информацию, квалифицированную информацию, не ту, которую они общаются между собой, могут увидеть в интернете. Вот за это благодарны. В завершении мероприятия активисты с волонтерами запустили в небо воздушные шары. Как и полагается, все причастные загадали самое заветное желание. Чтобы мы все были здоровы.